всем привет привет заметки черкесии сегодня мы вновь в гостях у константина скидла и сегодня у нас такая необычная тема новая для нашего канала поговорим сегодня о людях которых 19 веке в нашем регионе называли черкесы русской национальности более известны они наверно всем под именем линейные казаки да они самые смотрим как в общем то они здесь жили как выглядели и в чем вообще особенность их быта 19 веке в нашем регионе ну да мы поговорим сегодня как раз об этих самых линейных казаках которых да действительно в свое время называли русскими черкесами или черкесами русской национальности ну мы процессе нашего рассказа подойдем к этому вопросу комплексно с разных сторон но для начала мы возьмем одну такую уличную сценку зарисовку литературно примерно ситуация такая что это у нас фрагмент из достаточно сейчас мы видим а мало известной литературной повести которая называлась иван васильевич на кавказе и было написано в 1855 году российским автором сологубом и вот там есть такой интересный фрагмент который называется так так вы не горцы ну вот что ж там было с этими горцами итак город ставрополь примерно 1853 год по бульвару прошли несколько человек горцев вооруженных кинжалами шашками черкес как бург папаха иван васильевич человек новый на кавказе недавно приехавший ставрополь поспешно подошел к этим суровым детям горной природы чтобы могли поглядеть поближе на их азиатскую красоту и к величайшему изумлению своему услыхал как один горец обратился к товарищу с вопросом на чистом русском языке а степка где другой горец отвечал равнодушно а леший его знает так вы не горцы невольно воскликнул иван васильевич то есть он такой в ступор легкий попал как это так вот и только сейчас этот самый иван васильевич заметил что почти на всех горцах были георгиевские кресты что урядник отличался от товарищей своих головном на шапке то есть знаками различия да нес в руках запечатанный казенный пакет с крупно выставленным адресом то есть получилось как что недавно приехавший на кавказ иван васильевич не знал вовсе о том что на плоскости примыкающий горам поселены линиями станицы казаков то есть вот такая интересная ситуация произошла в старополе в 1850-е годы человек свежий из россии столкнувшись с казаками линейцами автоматически ни секунды не думая воспринял их как горцы вот вот такая прям уже тогда не отличимы были на ладно идем дальше то есть получается наш разговор пойдет как раз вот об этих поселенных линиями на кавказе линейных казахов ну кто ж такие линейные казаки уже мы несколько раз это слово сказали дадим ему хоть какое-то определение и так линейные казаки это казаки поселенные несущие службу на линии то есть на пограничной кубанской кордонной линии потому что мы будем говорить в основном кубанских линейцев на весь кавказ нас не хватит которая шла от станицы воронежской вверх по течению кубани сперва она не доходила до и верховий но потом при ермолове ее продлили до урочище каменный мост но это то место где река кубань выходит из горного ущелья на равнину ниже ее по течению находилась черноморская кордонная линия черномория земля черноморских казаков ну границы между ними была проходила у так называемого изрядного источника это сейчас между посередине примерно между станицами васюринская и воронежская то есть вот если мы например из города армавира едем краснодар то станица воронежская это последняя линейная казачья станица следующая станица васюринска это уже черномория то есть вот такая значит географическая специфика получается что вот от воронежской от у слабы и вверх по течению вплоть до современной карачаево-черкесии в конце концов город черкес это бывшая линейная станица баталпашинская и вот вплоть вплоть до самого-самого ущелья горного откуда кубань выходит на равнину вот это все было кубанская кордонная линия на которой и служили линейные казаки ну давайте все таки чтобы немножко картина была глазах лучше смотрелось посмотрим на карту итак вот у вас уважаемые зрители пить глазами карта кубанской кордонной линии начала первой четверти 19 века вообще если чуть чуть шире говорить кубанская линия входила в правый фланг кавказской линии то есть всей пограничной крепленной линии которая шла через весь кавказ от черного моря до каспия она кроме правого фланга еще имела и центр это кабардай осетия и левый левый фланг куда входили чечня и дагестан вот ну опять же уточню что мы не берем весь кавказ нас интересует так называемый правый фланг вот если мы посмотрим на эту карту вот обратим внимание на несколько вот этих вот полос линии изначально восемнадцатом веке через степное предкавказье прошла так называемая азово-моздокская укрепленная линия она здесь на карте обозначена зелененьким светом один из опорных пунктов это ставропольская крепость будущий город ставрополь потом прошло не так уж много времени граница россии передвинулась дальше на реку кубань и тогда и появилась кубанская кордонная линия которая на этой карте обозначена красными полосами причем вот обратите внимание что она расходится на две ветви верховьях я уже сказал что ее все это время как бы продляли при ермолове вот она уперлась в каменный мост он здесь тоже есть конечная точка это урочище также здесь можно увидеть так называемую кисловодскую линию и так называемую сухую границу те отрезки отрезки кордонов с которой соединяли правый фланг линии с центром ее который уже находился на границе с кабардой ну кстати на карте это и видно вот значит у нас подписано кабарда опять же верховья кубани значит там у нас населены земли карачаевцами абазинами также обозначены вот на закубанской равнине нагайцы беглые кабардинцы черкесские абазинские племена ну в принципе все на карте это есть но добавим того что и на словах что на этой карте еще не обозначены дополнительные кордонные линии которые появились на правом фланге в 1840-е 50-е годы то есть потом вот здесь в закубанье обозначились лобинская линия рубская линия зеленчукская и белореченская кордонные линии то есть вот примерно такая географическая картина той местности той территории где и были дислоцированы вот эти самые кубанские линейные казаки и кстати единого войска какое было у казаков черноморцев у линейных казаков не было до 1832 года то есть они были поселены линии отдельными казачьими линейными полками которые входили в подчинение местным армейским кордонным начальником и кстати что интересно часто вот этими казачьими линейными полками командовали армейские офицеры кавалеристы то есть у них такие отцы командиры были часто не из казаков и даже часто немецких кровей там фамилии типа там командир кубанского полка там фитингов и не только ну зас как бы у нас командовал армейским как бы участком всей линии он не был командиром казачьего полка но много вот таких вот русских немцев служила даже вот собственно отцами командирами для линейных казаков хотел вопрос один узнать вот мы знаем что черноморские казаки казачьи они пришедшие из запорожья переселенные в 1792 ну если я понял вдаваться подробнее в эту тему мы кстати наверное придется все таки черноморских казаков упоминать скажем так что черноморские казачества это выходцы с территории украины не полностью они были так сказать бывшими запорожцами статистика показывает что около 30 процентов из черноморцев были бывшие сечевики остальные ну это различные люди которые добавились к войску в ходе вот русско-турецкой войны например той самой когда это войско создал потемкин она там активно воевала а потом после войны было переселено на кубань то есть можно сказать что это черноморцы украинцы а если отделить а линейцы которые на линии линейцы 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 из россии скажем так то есть определенная часть у них была например выходцы с дона донские казаки поселенные на линии но в принципе я наверно об этом скажу потому что в каждом линейном полку была вот эта вот этнографическая специфика да мы об этом наверное скажем и так то есть то получается войско не было потом она появилась в 1832 году было образовано единое кавказское линейное казачье войско у них появился свой наказной атаман штаб в городе ставрополе и кавказское линейное казачье войско как раз вот от низовьев терека от кизляра до устья лобы то есть до нашего региона вот она и занимала все эти пограничные кордоны то есть если посмотреть по численности кавказское линейное войско было больше чем черноморское на тот момент ну потом собственно ситуация изменилась просу что вала кавказское линейное войско 28 лет после чего было разделено в 1860 году на две части ну тогда вообще весь кавказ поделили на кубанскую область и терпскую область соответственно перед этим еще и вот с казаками так поступили что взяли черноморское казачье войско добавили к ней к нему часть кавказских линейцев и образовали кубанское казачье войско а другая часть кавказских линейцев пошла на формирование терпского казачьего войска то есть и так вот и получилось что кто такие терпцы но это принципе вот эти самые кавказские линейцы кто такой кто такие кубанские кубанские казаки это часть из них это бывшие черноморцы часть из них это линейцы то есть вот такая вот специфика но в качестве примера в 1845 году в состав кавказского линейного казачьего войска какие собственно входили подразделения на тот момент это были так называемые двухполковые бригады кавказская то есть получается это 1 и 2 кавказские линейные казачьи полки лобинская кубанская ставропольская хоперская то есть все эти линейные казачьи бригады и состояли из двух полков то есть они вот так вот и назывались там 1 и 2 лобинский 1 и 2 ставропольский и так далее потом шла за ними волкская бригада тоже два полка а дальше уже линейные бригады формировались из отдельных полков то есть по одному вот был например один горский линейный казачий полк моздокский полк ладень кавказский полк но правда его потом расширили до двух гребен свой покор кизлярский полк потом появились два сунджинских полка ну и двух полковая урбская бригада ну то есть когда вот линию по урупу стали вести до то есть если вот просмотреть все эти названия полков то кубанским линейцом относились значит кубанская бригада кавказская хоперская ставропольская Лобинская и Урубская. То есть это вот именно те линейцы, которые служили на Кубани. Ну вот на этих различных кордонных линиях, которые находились на северо-западном Кавказе. Ну кроме того, в состав Кавказского линейного войска входили еще пеший Кавказский казачий батальон, батареи конной артиллерии и так далее. Плюс, что интересно и важно, команда Кавказских линейных казаков в составе его величества конвоя знаменитого и сборно-линейный полк в Варшаве, который потом стал больше называться Варшавский дивизион. То есть тоже вот такие элитные гвардейские подразделения, которые формировали кавказские линейцы. Это и тот батальон, который отправляли на подавлении польских восстаний, я так понимаю. Ну вот, в принципе, можно и зацепиться за этот самый сборный линейный полк. Хотя, еще раз повторяю, он в исторической литературе, да и в сознании самих жителей Кубани на тот момент, он больше проходил как варшавский дивизион. То есть, посмотрим на мундир команды кавказских линейных казаков вот из этого самого царского конвоя. То есть, достаточно бросить поверхностный взгляд, чтобы уже начинать понимать, почему их называли русскими черкесами или черкесами русской национальности. Вот перед нами, значит, мундир гвардейского линейного казака. Типичный, ну, если говорить по-кубански, ций. Вот. Кстати, слово черкеска в русских официальных документах очень долго не использовалось. Сперва говорили там казачий чекмень, полу-кафтан и так далее. Но, тем не менее, это типичная черкеска. Опять же, смотрим на второй рисунок, изображающий этого казака, как говорится, при полном параде. Вот. Соответственно, у него и бурка, и папаха, и шашка, и кинжал, и вон там видно войлочный чехол от винтовки. И даже то, что он обут, значит, ну, скажем так, не в сапоги. Вот. Это все яркие примеры того, что внешность линейных казаков была очень-очень даже черкесская. Ну, опять же, мы упомянули о тот самый Варшавский дивизион. Вот давайте все-таки его немножко и рассмотрим. Итак, сборно-линейный полк Варшави. И вот если мы начнем смотреть, что это было за подразделение, мы увидим его как черкесов, но глазами поляков. Что это значит? Вот перед вами картина польского художника Войцеха Коссака. Кстати, Коссак это не казак. Ну, может переводится это с польского, боюсь ошибиться, но птица. То ли дрозд, то ли какая-то птица, короче. Итак, жил-был польский художник Войцех Коссак. И в 1912 году он нарисовал картину черкесы в Краковском предместе Варшавы. Кстати, пусть вас не смущает фраза «Краковское предместе». Ну да, город Краков это вроде не Варшава, но на самом деле пригород, одна из частей города Варшавы, ну так и называлось, Краковское предместе. Итак, что же мы видим на этой картине? По мостовой, видимо на бешеной скорости, несется кавалерийская толпа, которая стреляет из ружей, размахивает с шашками, саблями, на гайками стягает подвернувшуюся публику, причем публика в ужасе разбегается, даже обозначена тут польским художником сцена, что кого-то вроде конем стоптали, ребенка выхватывают в последний момент из-под копыт лошадей, в ужасе женщина разбегается, мужчины-поляки там машут руками, тростями, сыпят проклятия свои, и что интересно, русские солдаты по обеим сторонам картины, их можно увидеть, стоят во фрунт и отдают честь. Кто же это скачет? Ну видимо дикие черкесы, бешеные люди, раз такая вот реакция и такой ужас изобразил польский художник. Но что смущает? Смущает очень сильно знамя, которое над ними развивается. То есть явно с православной символикой, там видим у нас восьмиконечный крест, попирающий исламский полумесяц, видимо, да. Ну и плюс, конечно, если даваться уж прям специфику, они однообразно одеты. Что это значит? Они в форме. Ну вот, как мы знаем, вообще, если и была какая-то горская милиция, горское ополчение, оно форму какую-то установленную не носило. То есть начинают возникать сомнения. А кто это такие? Хорошо. Смотрим дальше. Официальная легенда, как вы поняли, эта картина изображает участие черкесской кавалерии во время подавления польского мятежа 1863 года. Причем даже сам вот этот писатель в своих детских воспоминаниях, того самого Косака, что мы можем прочитать. Родители вышли. Теплый апрельский день. Мы с Тадеушем, братом, были одни дома, когда внезапно от площади трех крестов до нас донесся какой-то странный шум. Топот коней и какие-то протяжные крики, сопровождаемые выстрелами. Мы выбежали на балкон. За минуту до этого пустой новый свет, ну то есть улица, вплоть до вейской, полон, полон, извините, каких-то странных всадников. На головах огромные бараньи папахи, разноцветные черкески, маленькие коротконогие кони. Ну это кабардинская порода. Правда, конечно, забавно наблюдать, как эту породу не могут поделить между собой кабардинцы и карачаицы, но пусть они сами разбираются. Итак, кабардинцы, короче, лошади кабардинской породы. Положая на кожаных федлах подушки, ага, вот оно, то самое черкесское седло, создает необычные силуэты. Правильно, посадка кавказской лошади, она всегда отличалась, то есть любой человек, кто в теме знал, что вот кавказская посадка на лошади, это тоже специфика. Маленький конь где-то у земли, а кабардинец где-то высоко. То есть прозвучала фраза, что вот это кабардинцы, ну черкес, условно. Скачут, наезжая на тротуары, одни машут шашками, держа в оскаленных зубах кинжалы, другие палят из пистолетов. Контраст этой кавалерии по сравнению с полной галантностью французской армии Второй империи, ну то есть это семья поляков одно время в Франции, пожил, в Париже, которые еще были полны наши глаза, настолько запал в память, что описывая это, мне с трудом верится, что мне тогда было немногим более пяти лет. Но если учесть, что он родился в 1857 году, то это как раз и есть 1863 год, польское, как говорили, повстание, которое в очередной раз подавлялось в тот момент. Сотня за сотней гремит под нашим балконом, над ними колышется огромный бело-желтый стяг. То есть вот тот самый на картине с православным крестом. Полетели к раковскому предместью. Ну то есть все, поскакала эта конная толпа дальше. То есть ребенок стоял на балконе и в таком, наверное, ужасе и впечатлении был, что сам пишет, что прошло столько лет, а я вот эту картину как фотографически запечатлел. А потом, получается, в 1912 году вот этих диких кабардинцев он изобразил на своей картине. Причем не на одной. Смотрим на другую картину этого художника, которая называется «Черкесы на улице Новый Свят». Ну, в принципе, та же самая ситуация. В ужасе кто-то бежит, но обратите внимание на балкон, и там стоят кто? Два маленьких мальчика. Это кто? Так это и есть тот самый автор со своим братом. Ну, опять же, что смущает при взгляде на этих диких кабардинцев? Развивающийся над ними православный стяг. Ну, там, кинзалы в зубах, выстрелы в воздух, из пистолетов, все присутствует, все как есть, как он описал. Но смущение все-таки есть. Почему? Потому что, если изучать вот эту историю воинских подразделений, да, какое-то время в Варшаве дислоцировался двухсотенный кавказско-горский дивизион. Но еще в августе 1856 года, то есть, еще за год до того, как будущий художник Косок родился, он был упразднен, расформирован, и кавказские горцы, в том числе, получается, черкесы, они покинули Варшаву. Но там остались на службе кубанские терские линейцы. И вот что интересно, семья Косоков это семья художников потомственная. У этого художника был еще папа Юлиуш Косок. То есть, отец Войсака Юлиуш тоже нарисовал интересную картину. И нарисовал он ее гораздо раньше, в 1877 году. То есть, тот в 1912, а этот в 1877. Картина называется «Донские казаки». Смотрим на эту картину. И кто же он тут перед нами? Все та же толпа диких черкесов. Потому что любой более-менее адекватный человек понимает, что и папа, и сын спутали. То есть, папа назвал донскими казаками, хотя, конечно же, любой, кто более-менее в теме, понимает, что это кавказские казаки, это выходцы с Кавказа. То есть, ну что мы тут видим? Опять же, лошади кабардинской породы, опять же, высокая посадка, когда, ну как бы даже немножко парит над лошадью из-за этой подушки всадник. Папахи, черкесские, ну все. И даже офицер точно так изображен в белой черкесской папахе, но все тот же значок бело-желтый с крестом православным и полумесяцем под ним. То есть, что мы можем сделать? Какой вывод? Что очень часто кавказских казаков, линейцев, люди как бы со стороны воспринимали как за кого? За диких горцев, черкесов, кабардинцев и так далее. Ну естественно, что сподвигало их на это? Ну поведение, конечно, там было классическое, горское, мужское, кавказское. То есть, пролестись вот этой кавалькадой дикой с выстрелами и гиками, криками по улице Варшавы, это было очень как бы милое дело. И так, тем более, что вот я лично не сильно удивился, когда разобрался, что вот как польский художник сперва один, а потом еще оказывается его папа спутали два раза кавказских казаков с другими. Потому что даже в центральной России кубанских казаков принимали за черкесов. Вот берем воспоминания о своей юности и молодости известного такого писателя казачьего, кубанского Федора Ивановича Елисеева. Вот его дорожная картинка 1910 года. Они в этом году с Кубани поехали поступать в Оренбургское казачье училище. Железнодорожная станция на Дону, то есть остановка, они выходят на перрон. Молодежь смотрела на нас с любопытством и говорила, должно быть черкесы? Это кубанцы, делая ударение на И, поясняли старшие. Ну ладно, то есть тут понятно, Дон рядом, все-таки хоть кто-то более-менее в курсе, но они едут дальше. Город Царицын на Волге, ну это современный Волгоград. Вот так ребятишек боязливо сопровождает нас, перешептываясь между собой. Черкесы, это черкесы. Все уже, как бы, уже мало кто понимает, что это кубанские казаки. едут дальше. Городок и станция Поворина. Елисеев пишет, здесь нас также считают за черкесов и сторонятся нас, побаиваются. То есть все, то есть вот здесь уже культурный код абсолютно. Как бы кавказский, то есть для жителей центральной России, вот эта вот небольшая группа кубанских казаков, черкесских, попахок, со всем своим внешним видом, это однозначно горцы, это никакие не русские. То есть это уже яркий пример, что ладно там поляки. Понятно все-таки. Ну а тут все, Россия, матушка центральная Россия, та же самая ситуация. Поговорив о вот этих особенностях восприятия кубанских казаков, в первую очередь линейцев в глазах поляков, в глазах русских людей, ну это по большому счету все-таки было отвлечение от основной темы. Поэтому мы все-таки забежали уже аж 20 век, вернемся немножко назад. Почему так и так, да, почему, как так получилось, с чего все это началось, поэтому вернемся в 19 век, потому что именно тогда в 19 веке и была сказана вот следующая фраза. Одним словом, линейц был тот же черкес, только русской национальности. Эту фразу впервые использовали в главе особенности пограничной службы линейцев и линейной пластуны в книге «Кубанское казачье войско», которую издали в 1887 году два на тот момент начинающих, а потом известных кубанских историкам, это Федор Щербина и Евгений Филидсен. То есть вот тогда и проскочило впервые это выражение «Черкесы русской национальности». Оттолкнемся от этой фразы и выясним насколько сильно очеркесились линейные казаки Кубани в своем военном и домашнем быту. Итак, вот все-таки мы уже упоминали, что линейцы это линейцы, а черноморцы почему мы их тут немножко в сторону убираем, а говорим больше о линейных казаках. Ну вот смотрите, то есть очеркесились линейные казаки. Да, просто они быстрее раньше это сделали, чем черноморцы и может быть в большей степени, чем черноморцы. Поэтому мы взяли это за приоритет. Мы приведем несколько примеров. Ношение черкески. То есть вот уже этот факт. То есть у линейцев, у казаков линейцев кубанских ее официально утвердили в 1828 году. Ну естественно, что они до этого уже ее носили. У черноморских казаков такой подобный черкесский мундир утвердили в 1848. То есть огромная временная разница. То есть линейцы гораздо раньше стали носить официально черкесскую вот эту одежду. Ну и выглядеть соответственно. До этого внутреннее сопротивление. Ну как сказать ну как один из историков сказал, что черноморские казаки дольше держались за свою старовыну, за свою старину, то есть за свои вот еще там сечевые традиции. Хотя конечно на самом деле специфика какая, что в отличие от линейцев им просто мундир присвоили такой строевой форменный своеобразный. Вот посмотрим мы на рисунок, который изображает черноморских казаков в их официальных строевых мундирах образца 1816 года. Причем обратите внимание с двумя откидными рукавами за спиной. То есть получается четыре было рукава у мундира. Два нормальных и два ложных для красоты, которые часто ну как бы закидывали за спину, там завязывали между собой узел. Это еще со времен их вот этой действительно сечевой польско-украинской истории. Это вот культурная традиция была отмечена даже в их мундире, который им присвоили официальной власти в 1816 году. И точно так же этот мундир носили вместе с армейскими саблями, в отличие от шашек. Были там попытки присвоить им на вооружение шашки, об этом много старался Ермолов, но не пошло, не получилось. То есть вот и получается, почему у нас линейцы в приоритете. Раньше переоделись черкески, раньше вооружились шашками, чем черноморские казаки. Ну, или еще примеры про оружие. Пики те же самые. То есть линейцы от пик отказались окончательно к 1827 году. До этого использовали, потом все ушло. А казаки-черноморцы пользовались пиками вплоть до конца Кавказской войны. Вот тоже пример. Мы прекрасно понимаем, что пика это не кавказское оружие. Не очень эффективно. И можно вспомнить, конечно, такие насмешливые рассказы, когда уже донских казаков, которые служили на Кавказе, обзывали гаврилычами, камышом, за то, что они этими пиками не очень подручными пользоваться в этой горной лесной войне. Хотя, на мой взгляд, если руки растут откуда надо, тот же самый генерал Бакланов показал, что пика страшное оружие в умелых руках. Ну, ладно, все-таки пики или само понятие кавалерии. Кавалерия у черноморских казаков так и не смогла выйти на уровень с черкесской. То есть, это факт. А вот линейцы, они ни в чем не уступали горцам на коне. То есть, у них все хорошо было с этой культурой конной. Черноморцы, казаки черноморцы сабли и шашки не любили. На кордоны брали их редко. То есть, в реальную боевую обстановку историк Иван Диамидович Попко в своей книге «Черноморские казаки» в гражданской военном быту там есть такая фраза, что черноморские казаки тупыми саблями могли только огурцы рубить. То есть, они не приспособились. Да, черноморцы были не очень хорошие конники, холодное оружие, вот эти вот схватки на холодном оружии тоже не очень предпочитали, но зато они были очень хорошие стрелки и пехотинцы. То есть, достаточно правильно вспомнить тех же самых черноморских пластунов, то есть, только у них это развилось до этого вот ну как там феноменального культа, когда сейчас там вообще уже там много чего конечно переписывают пластуном, но тем не менее факт был налицо. Прекрасные были разведчики, стрелки и вот в этом плане все у черноморцев было хорошо. Специалисты. Да, своеобразные. Линейцы не любили зрячь речь порох и предпочитали рубиться с горцами в клонном строю. То есть, вот она специфика. То есть, почему мы взяли линейных казаков? Их навыков, они были практически один в один с горцами. А если говорить немножко о культуре, ну то есть, вот воинский быт, да, возьмем культуру. Тоже самое танец лесгинка, да. Вот танец лесгинка у линейцев, да, присутствует, но он отсутствует у черноморцев. То есть, вот опять же, они там пишут различные авторы, что вот черноморцы танцуют гопака на вкрусятке. Ну то есть, это гоп куман и жоруйся, туда-сюда повернися, да. Вот пример. Опять же, берем воспоминания Федора Елисеева, 1913 год. Первый кавказский и первый таманский полки стоят в Туркестане в городах Мерв и Асхабад. То есть, служили там на тот момент. Что такое первый кавказский полк? Это бывший линейный полк. Что такое первый таманский полк? Это черноморцы. И вот у них местное там какое-то полковое собрание, допустим, праздник какой-то. И Федор Елисеев говорит, что меня попросили танцевать в классической кавказской лесгинке. То есть, меня, офицера из первого кавказского полка. Потому что у таманцев есть, конечно, отличные танцоры казакинов присядку, но нет ни одного лесгинера. Не принят этот танец в полку. Полк ведь черноморский. То есть, даже вот в этом плане танцевальная культура не пошла. То есть, они документально различались. Да. То есть, вот почему черноморцы здесь явно на втором месте. То есть, ну не стали они до такой степени русскими черкесами, как линейцы. То есть, прошли годы, это уже 20 век. Ну, казалось бы. Нет. То есть, они вот за свою вот эту вот малороссийскую, украинскую культуру держались так плотно, что вот даже вот это здесь и проявилось. То есть, лесгинка не про них. Ну, опять же, Елисеев продолжает. Танец-казачок линейных станиц на Кубани похож на кавказскую лесгинку. Он лихой, танцуется на носочках. Ну, что-то это уже нам напоминает. Но, и этот танец считается второстепенным. Настоящая кавказская лесгинка должна стать главным гвоздем концерта казаков нашего полка кавказского. В полку было несколько отличных танцоров, кто ходит и прыгает на когтях. Вот оно что. То есть, получается, на носочках это не то. Настоящие кавказская лесгинка танцуются на когтях. Соответственно, все наши казаки-танцоры-лесгинеры, все они в чавяках без подошв, словно в перчатках на ногах. Все в черных суконных ноговицах и в красных чавяках, как это принято среди благородной молодежи всех кавказских горцев. Вот оно что. Значит, получается, даже вот эти мелкие нюансы кавказской культуры горцев. То есть, красные чавяки из красной софьянной кожи. Сразу можно вспомнить и посмотреть на эту картину, еще написанную в конце 18 века, изображающую черкесскую знать. И фразу одного автора, русского этнографа, писателя, историка 18 века, что только князьям и аристократии дано право одеваться в красное. То есть, кто у нас носил красные чавяки? Знать кавказское, черкесское. На этом рисунке это ярко показано. Ну, конечно, можно вспомнить и современных чилийцев, то есть, таких аульских ребят, которые там в кепках ФБР и красных макосинах рассказывают. Но, видимо, теперь это уже оторвалось от той самой древней традиции, что так может ходить только знать. И так вот, эти кавказские казаки, то есть, русские, линейцы, они вот выступали, вот их внешний вид даже это учитывал, что надо танцевать, значит, на когтях, лесгинку, обязательно все один в один воспроизводить и даже носить вот эту красную обувь. Соответствовать во всем. И даже насчет вот этих танцев соответствия, опять же, продолжаем цитировать Елисеева. Войсковой старшина Осетин Петр Галаев, служил в этом Таманском полку, был его как бы друг-приятель, что интересно, в Таманском полку служит, но лесгинку танцует, но тут все просто, он Осетин, то есть, он благородных кавказских кровей, да, вот, он проявил исключительный жар и понимание этого кавказского танца. В азарте его исполнения он выхватил из кобуры револьвер, ногам, и все семь зарядов выпустил себе под ноги. Захваченный его азартом я тоже выхватил свой ногам и с этим пуль выпустил в потолок. То есть, Галаев шмалял под ноги, Елисеев стрелял в потолок. Ну, вот, такие вещи в полках черноморских казаков отсутствовали. То есть, мало того, что танцевать лесгинка, еще и по горской традиции, кавказской сопровождать ее и выстрелами соответствующим, причем, что интересно, и туда, и туда, и вверх, и в землю, надо стрелять. Да, вот так вот. Ну, ладно. Мы, вообще-то, опять отвлеклись. то есть, вот почему черноморцы, ну, теперь мы объяснили, то есть, все, почему мы будем разговаривать о казаках-линейцах. Итак, вообще, в связи с термином черкесы русской национальности, будет совершенно уместно привести несколько очень интересных высказываний. Первое из них. писатель и поэт, поручик Тенгинского пехотного полка из бывших гвардейских гусар Михаил Юрьевич Лермонтов. Что он, собственно, писал? Ну, в одном из своих произведений. Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. Не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие явного здравого смысла. То есть, человек говорит прямым текстом, что это вообще-то интересная, необычная, может быть, для кого-то национальная черта русских. Что делать? Вживаться в культуру, в образ жизни народов, с которыми им приходится сталкиваться. Ассимилироваться. Да. Ну, слово ассимиляция здесь, может быть, надо использовать осторожно, потому что, естественно, что, ну, как настоящими черкесами линейцы не стали. И мы приведем еще примеры. Следующая цитата. Военный историк, участник Кавказской войны, тот самый человек, который придумал термин Кавказская война, генерал Ростислав Фадеев. Русский человек не смотрит на азиатца свысока, не презирает его, как западный европеец. Он с ним настолько сжился, чтобы видеть в нем человека. Русское население, возникающее в покоренном крае Азии, становится сейчас же самые близкие отношения к туземцам. То есть, тоже интересный момент, да? Еще цитата уже человека со стороны. Германский канцлер Отто фон Бисмарк. Он, кстати, долго прожил в России, был послом Пруссии, но это как бы не привязано к его каким-то там пристрастиям к России. Просто он это как бы видит и этот факт обозначил. Англичане ведут себя в Азии менее цивилизованно, чем русские. Они слишком презрительно относятся к коренному населению и держатся на расстоянии от него. Русские же, напротив, привлекают к себе народы, которые они включают в империю, знакомятся с их жизнью и сливаются с ними. То есть, он подчеркнул абсолютно разные принципы, скажем так, национальной политики двух империй, британской и российской. Ну, а наш великий соответствующий Федор Михайлович Достоевский, писатель, которого по всему миру знают, уважают и изучают в той же самой Америке, он отмечал, что если у французов есть гордость, любовь к изяществу, у испанцев ревность, у англичан честность и дотошность, у немцев аккуратность, то у русских есть умение понимать и принимать все другие народы. Вот так вот. То есть, видимо, вот эту черкесскость в линии казаков нужно вот и рассматривать через вот эти вот культурные ментальные коды, которые относятся, видимо, ко всему русскому народу. Я могу почувствовать, что это еще во многом такое низовое явление, не то, что скорее властное, но... Я соглашусь, да, то есть, никто, никаких ЦУ, циркуляров и указов не спускал сверху, да, то есть, это шло от людей. Таким образом, для понимания черкесскости линейных казаков стоит учитывать вот эти важные черты национального характера российского, менталитета, то есть, поведения русских людей. Но это что? Это отсутствие обособленного и высокомерного отношения к туземцам. То есть, они такие же люди, как мы. Не какие-то дикие звери, как там в Америке индейцы и так далее. Способность предпосабливаться к обычаям народу. То есть, нет вот этого какого-то агрессивного отторжения. То есть, вот яркий пример. Вот сейчас Европа одевается в эти пышные одежды толерантности культурной и так далее. Но, видимо, если кто чем болеет, тот и придумывает лекарства от этого. Раз в России не слыхали, не слыхали точнее про эту толерантность. Какой будет ответ? Значит, она и так была и никто и не заморачивался. А что это такое и зачем это надо? То есть, русские люди нормально относились к тем народам, рядом с которыми им приходилось жить. Плюс терпимость и интерес к религии, нравам и обычаям этих народов. Тоже это присутствует. Ну, вот мы говорили о российской и британской империях. Можно их сравнить вкратце. То есть, вот почему Россию, ну никак нельзя причислять к колониальным империям европейского типа. Ну, потому уж хотя бы, что у русского народа никогда не было комплекса вот этого народа господина. То есть, русские не держали себя обособленно и высокомерно по отношению к туземцам. То есть, для них вот и слово туземцы не было чем-то оскорбительным. Жители той земли. Все, туземцы. Вот. То есть, они были для них такие же люди, а не какие-то там второго сорта или вообще какие-то там звери. Вот. Дальше, еще какие примеры приведем. Вот вера, да, вот раньше же религия, вот эти религиозные вопросы были очень важны. Стеснения в вере не было. Например, вот черкес-мусульманин мог с так генералом российской армии? Мог. Веру ему приходилось для этого менять? Нет. То есть, карьера и национальность не были препятствиями. Ну, то есть, лояльность к российской власти и все, пожалуйста. А вот, если мы посмотрим на Индию, то есть, там нередко пожилыми ветеранами-сипаями, то есть, вот этими вот индусами, которые служили в британской армии, да, они могли, кстати, дослужиться только до максимально возможного чина субарт. Ну, это соответствует английскому званию майор, дальше все. То есть, кем бы, какими ты выдающимися военными способностями не обладал, ты никогда не получишь более высокий военный чин в английской армии. Да и тем более часто любой английский офицер мог спокойно командовать индусом, даже если он был выше его по чину. То есть, молодой английский лейтенант мог спокойно этому заслуженному сипаю приказывать. Вот. Ну, а в этом отношении, как относились с тем же самым черкесом в российской армии, ну, понятно, то есть, у нас были яркие примеры, что черкесы командовали казачьими полками. То есть, и никого это не смущало, что, например, генерал Пшикуй Магукоров, черкес, мусульманин, как бы, все-все присутствует, командует казачьими подразделениями. Ну, и опять же, взять, ну, культуру бытовую. Вот, например, бал. Бал в Банапе, конкретно. Значит, записки одного российского офицера, фрагмент. Весной 1840 года восстали горцы. Ну, это мы знаем, вот эти вот, атаки побережья, на побережье береговых креплений. Но у меня было столько кунаков, что мои горцы остались совершенно целы в это смутное время. Кстати, интересный факт, да, а вот окружение намское, на Тухайское, оно не участвовало в всех таких вот событиях трагических на побережье. Стоит описать праздник наш, 6 декабря. 25 человек старшин пожаловали с поздравлением именинника Падишаха, ну, в смысле, русского царя. Надо было видеть, с каким радушием они при звуке музыки и громе пушек вместе с штаб- и обер-офицерами русскими, которых у меня было до 60 человек, с бокалами в руках кричали «Ура!» и пили за здоровье русского Падишаха. А вечером они были на бале. Надо было видеть их удовольствие от этого всего. Им нравятся очень брюнетки. Якши, матушка! Говорили они, указывая пальцем на тех танцующих дам, которые им нравились. То есть, они присутствовали на дамбале, вот в этом всем культурном поле принимали активное участие. А в Индии подобный случай был вот такой. Один либеральный чиновник, губернатор, недавно назначенный, пригласил на бал несколько заслуженных офицеров-индийцев. Ну, тех самых, которые мы упоминали. Но он вызвал бурю негодования среди английских офицеров. Этому губернатору-либералу вежливо, но жестко объяснили, что негоже равнять природных англосаксов с этими туземцами. То есть, что никаких индусов на балу не должно быть. Это недопустимо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...